всем позитивное времени суток дорогие друзья вы на канале и волфлав и сегодня я хотел бы рассказать вам о весьма своеобразном и в какой-то степени необычном проекте фон она что позволит за головой окунуться в мир средневековых сражений чести и доблести как и дружбы а также предательство коварства лжи грабежа и убийств в общем пожить нормальной цивилизованной жизнь используя при этом доспехи мечи с топорами копья большинство видов и пистоли ведь благодаря странам восходящего солнца все познакомились с гром порошком на выбор у нас будет три фракции основные рыцари викинги и самурай а также благодаря обновлениям и dlc у нас появится корея и китай в одном флаконе плюс разношерстная компания в виде египетского мэджа я что опять потерял мумию видимо фреольно вела себя с наложницей фарона а целоть воин леопард что так торопился по своим делам немного запутал при спуске с пирамиды и очутился не ведь вместе с нами ведомый жаждой наживы и желанием устроить пиф-паф и так далее а весьма приятная и местами весьма эффектная графика длительное время сможет радовать глаз не раздражая но не говоря уже о великолепном звуковом сопровождении я говорю и про саундтреки и про шелест и брязание брони при движении сражениях а также простой взмах меча мы сможем прочувствовать от начала и до конца и за все это великолепие разработчики издатель видео юбисофтов попросит у нас в стиме за старт эдишн 14 99 евро за стандарт эдишн 29 99 марчинг fire эдишн запросят 49 99 и как вишенка на торте за комплит эдишн запросят 99 99 евро как всегда маркетинговые ходы во всей красе почему не крылья все я без понятия мы можем начать со стартовой версии продвигаться вверх если игра нам зайдет а также не забывайте о всяких паках и dlc что будут выходить со временем уже вышли такие как боевые пропуски скины различного рода на персонажей и боевые наборы и за все это придется платить звонкими монетами реала по отдельности аппетиты конечно же не детские как по мне давайте же посмотрим не на красочную обертку она внутреннее содержание и решим за что же нам придется платить монетки и почему такие ценники в начале нам помимо покупки установки самой игры что будет весить после установки 95 и 7 гигов с копейками без нашего разрешения поставят пробу от юбисофт каник и помимо запущенного и зарядного стима нам еще нужно будет зарядиться в приложении от юбисофтов иначе не проиграть при необходимости после установки всего требуемого игра у вас возможно не запустится перезапустите компьютер ну может помните раньше кто устанавливал с дисков после установки игры требовалось перезагрузить комп чтобы все работало так вот тут с вероятностью 50 на 50 вам может потребоваться такое же действие также разработчик тут немного схитрил как и многие другие в начале игры нас ожидает обучение из 10 актов которые мы не можем пропустить или скипнуть каким-либо образом а потому настоятельно советую попросить тихонько посидеть и не отвлекать вас или попросить удалиться всех искон включить мозги на первую передачу и внимательно запоминать и делать все что от вас требуют чтобы сэкономить время по максимуму после чего мы сможем сыграть 1 2 pvp матча и одну-две миссии в компании этого более чем достаточно чтобы понять понравилась вам игра или лучше запросить рифан средств у стима кто не знает у стима есть такая замечательная вещь не наиграв в проект два часа мы можем запросить возврат средств затраченных на игру причина может быть разная баги в игре не понравилось или не оправдала ожиданий или описание не соответствует проекту в общем мое дело рассказать и посоветовать а вам решать друзьям и стоит тратить звонкую монету на данный проект или не после обучения нам будет доступна компания очередность которая связана с выбором фракции перед обучением или нет я не знаю я выбирал рыцарей и компания началась с рыцарей затем викингов и самураем как вишенка на торт и вот в защиту компании хочу сказать что там все сделано просто великолепно сюжет атмосфера подача звуковое сопровождение и картинка просто на высоте вне всяких похвал где нам еще дадут поиграть за все классы фракции рыцарей что будут доступны в игре отдельный плюс и лайк от меня за возможность проходить компании с друзьями можно вечерком созвать друзей и провести вечерок другой за чашечкой чая или чего другого в общении с друзьями на фоне которого будут слышны и штурмы и падение крепостей лязг стали дерево и металл и крики ликования от выигранных битв и захвата крепостей до горести от утрат и поражения персонажи будут получать опыт и расти в уровнях благодаря чему будут открывать новые умения и пассивки а также и расти будут бонусы от них помимо всего прочего мы будем зарабатывать различные элементы экипировки в разных видах и режимах сражений помимо визуальных различий они будут давать бонусы к умениям и способностям в игре также их можно разбить на материалы которые затем тратить для улучшения других предметов в начале на все части доспеха и оружия они даже хуже чем стандартная экипировка но со временем и улучшениями конечно же сможем повысить наш боевой рейтинг или наподобие того также можно нанести различные элементы декора на все части доспехи и оружие и предстать пред врагом аки павлин чтобы он получил шок от цветовой гаммы что на нас нанесена валюта в игре стали которая понемногу копится за участие в различных pvp активностях и режимах некоторые дают больше некоторые меньше где лучше ее зарабатывать каждый определить для себя сам попробовал каждый из режимов за сталь мы можем открывать умение персонажей ведь как ни странно нам придется отвалить 3000 стали за разблокировку умений в pvp режимах для каждого героя по отдельности она нужна для улучшений а также за сталь мы будем открывать новых персонажей и покупки различных плюшек на рынке но преобладать будут там конечно же предложение за реальную монету что касается pvp режимов то тут не все просто и однозначно есть дуэли один на один где мы будем сражаться пять раундов до трех побед и если противник ливнул из боя то мы будем качаться с ботом любезно предоставленным нам и игрой с которым проблем не возникнет ни у кого как вы догадались наверное и на нем можно отработать и поэкспериментировать различные комбинации ударов и способностей в спокойной обстановке без излишней спешки штурм режим за который дается больше всего стали вы сможете побывать на стороне защитников где нужно защитить двое ворот короля или в роли нападающего где нужно защитить таран чтобы он пробил двое ворот и потом убить короля при потере тарана мы проигрываем что почти всегда и случается если вы играете с рандомной командой при ливане кого-то из команды вам услужливо дадут бот который автоматом дает нам минус 30 процентов к победе а противником соответственно плюс 30 процентов приливе двух напарников затащить катку практически невозможно в стола я вообще молчу ведь вражеские игроки за вами только и будут бегать и блокировать вас в режиме битва нам нужно захватить точки и получить очки кто первым набрал тысячу очков тот и получил воодушевление войск и лишил противника возможности возрождаться 1200 очков и победа варианты сражений могут быть различными победить противников набрать тысячу очков или уничтожить всех оппонентов противника в различных вариациях и комбинациях сезонные сражения по типу ледяных бойцов где мы сражаемся 2 на 2 на льду 9 раундов каждый раунд противник меняется между собой при убийстве своего противника можно помочь союзнику в некоторых из вышеперечисленных режимов можно играть не с игроками с искусственным интеллектом тренируясь и изучая режимы и карт запоминая маршруты теперь давайте о грустном к сожалению как бы вы не были опытные из прекрасной реакции одни типы героев будут преобладать над другими к примеру центурион минус в коротком радиусе атаки и сложности блокирования ним тяжелого оружия но если подпустить к себе эту осу вас ничего не спасет нашинкует и имени не спросит удары наносятся трех сторон также как и блокируются слева справа и сверху для успешного блока нужно угадать куда будет бить противник после чего сможем контратаковать режим защиты поможет посмотреть на какой грани трехугольника находится курсор противника и подсветится красным когда он будет атаковать успели заблокировать и контратаковать молодцы не успели что ж получили по щам и сразу же в большинстве случаев отправились на перерождение так что зачастую будут преобладать одни и те же герои на поле битвы но вы можете забить на все попробовать всех героев найти того что вам по душе и потратить тонны часов проводя в катках чтобы повстречать все разнообразные виды героев и их вариации на поле боя и выбрать тактику игры против каждого из них это не всегда поможет по словам более опытных игроков с которыми мне довелось немножко пообщаться ведь в самой игре есть встроенный голосовой чат также в режиме аркады нам будут давать на выбор различные задания где мы будем сражаться против искусственного интеллекта в зависимости от выбранного уровня сложность такие задания будут делиться на 4 этапа и более вплоть до 6 а также еженедельное задание на глобальной карте в сетевом режиме мы можем выбрать три задания из списка предложенных с различным количеством наград опыта и стали но все это великолепие даже негативно портит время ожидания на катку вечернее время от пары минут до пяти шести в среднем утро день и поздний вечер более 10 минут в основном 12 это ботов докидывают и это убивает все желание играть даже если после катки сразу нажать готов и отправиться в следующую катку то нас опять таки перекинет меню подбора игроков и где мы опять будем втыкать в никуда 10 плюс минут такое себе удовольствие весьма сомнительно друзья хочу сразу сказать что я выражаю лишь свое мнение по данному проекту и делюсь своим впечатлением она может не совпадать с вашим или частично совпадать но конечный итог только за вами я лишь хочу помочь зрителям моего канала понять стоит им тратить свое время и монеты на данный проект или нет или как можно заглянуть в тот или иной мир и вернуть потраченные на него деньги обратно если такая возможность будет существовать и если вы фанаты данного проекта или многих других обзоры на которые я делал друзьям не стоит писать в дискорд в личку и устраивать многочасовые баталии с целью доказать что у вас любимый проект best of the best и аналогов нет я все прекрасно понимаю но у каждого есть свое мнение и пытаться переубедить кого-то в том что ваша точка зрения единственная верная все остальное ни о чем как бы не всегда правильно и вряд ли к чему-то толковому будет приводить все мы разные и у каждого свои взгляды на те или иные игровые аспекты из плюсов хотелось бы выделить интересную кампанию и возможность проходить ее с друзьями приятная картинка и звуковое сопровождение проекта разнообразие игровых героев и режимов для игры возможность купить стартовый набор со скидкой до 70 процентов благодаря различным скидкам и акциям в стиме наличие обучающих и разъясняющих коротких роликов которые дают разъяснения по различным pvp режимом для лучшего их понимать и к сожалению на этом все из минусов весьма высокая цена на все начиная с игры до скинов и товаров что в ней продаются очень высокое время ожидания сражений кривоватая механика и имбалансность героев по отношению друг к другу и попытка выдать все за их слабые сильные стороны между героями без желания как-то балансить все это безобразие проблема заведомо проигрышных позиций в некоторых режимах таких как штурм наличие предметов в экипировке которые не пойми как падают и что будут представлять собой в конечном результате всех улучшений сделали видео пояснения для всех режимов поясняющих суть происходящего в них кроме предметов и возможности просмотра их улучшений повышения мощь и если честно я начинал играть в данный проект не сам но по итогу дописывать материал пришлось в одиночку у напарника игра отправилась в корзину еще в первый день игры я также не пылал и не пылаю жгучим энтузиазмом вернуться в данный проект к сожалению нет какого-либо удерживающего фактора кроме компании за такие деньги можно купить куда более подходящие и интересные игры на рыцарскую тематику если вы ее фанат как по мне сложность заработка игровой валюты с весьма великим временем ожидания и последующим разрывом между необходимостью копить на покупку нового героя или улучшением какой-либо вещи на уже имеющимся не знаю будет ли она полезна в будущем или придется разобрать ее для получения хоть каких-то ресурс в итоге нужно было делать обзор и писать материал для того и советовал вам быстро пройти обучение и сыграть раз в компанию один бой в пвп как минимум за два часа можно уложиться и посмотреть на игру и и внутренний мир чтобы решить нравится она вам или нет и если нет то вы успеете запросить рефан и вернуть свои средства в полном объем или проект вам зайдет и вы останетесь здесь надолго я же играл в него через силу заставляю писать материал и ранее так плохо но сидеть по 10-12 минут в ожидании возможности заработать хоть немного стали закатку и продвинуться в выполнении задания хоть немножечко точно не помню компанию прошел получил удовольствие и приятные воспоминания и пошел дальше новую решать конечно же только вам друзья я же не готов вкидывать реальные монеты для получения хоть какой-нибудь удобоваримой игры всем спасибо за просмотр пишите свое мнение дополнение к видео возможно что-то упустил или не упомянул другим игрокам будет полезно я думаю а можем там с вами просто пообщаться и обсудить данный проект приятной вам игры и только позитива в процессе всех братиков и сестричек по-братски обнял и приподнял до новых встреч друзья много лет назад великие полководцы железного легиона прогнали викингов и самураев земель ашфилда рыцари были гордым и сильным народом никто не осмелился бросить нам вызов потом подобно чуме обрушился мир полководцы остались в прошлом люди стали слабыми и податливыми когда викинги вновь начали набеги железный легион не был готов к этому эшфилд погрузился в хаос но и викинги были лишь бледной тенью грозных воинов которых мы некогда знали а самураи годами не покидали мая сейчас в эшфилде появилась новая сила легион черного камня рыцари настоящие воины те кто не разучился понимать разницу между хищником и добычей наша задача вернуть все в мире на круги своя мы начнем эпоху волков